И поверьте мне на слово, зао струнные технологии всегда и долгие-долгие десятилетия будет давать нам ту или иную новую программу для развития с потенциальной очень серьезной, интересной капитализацией, как это и бывает в венчурных проектах. Друзья, еще раз праздником, но у нас двойной праздник на самом деле сегодня, потому что у нас также и Skyway арабский праздник, такой я его назову, то есть это уже общий праздник от нас, как приверженцев, сотрудников струнной технологии, инвесторов Skyway, просто наблюдателей, просто людей, которые зарегистрировались. То есть уже сейчас мы, наверное, на тысячу шагов стали ближе к тому, что каждый из нас с вами ожидает. Это корневая компания 15-ти, и мы еще не подошли к этому, но марафон, я думаю, что дистанция, возможно, она где-то маячит перед тем спортсменом, которым мы с вами все являемся. И я искренне желаю всем не выдыхаться, бежать, бежать, набираться сил и далее ускоряться, чтобы обгонять наших оппонентов, конкурентов у нас нет, недоброжелатели просто не находили слов, что сказать. Но я с вашего позволения начну наш вебинар. Это все самое актуальное и все самое интересное в проекте Skyway. Я здесь даю свой взгляд, личный авторский взгляд на все происходящее в проекте. И каждый вебинар хочется сделать не как просто трансляцию новостей, а как действительно уже, если сложить получающийся альманах событий, альманах анализа того, что происходит в мире. И мы это накладываем в первую очередь на мир Skyway. Я не побоюсь этого слова, потому что еще в 1989 году Анатолий Эдуардович сделал замечательную публикацию одной из самых мощнейших монографий программы «Экомир». Я с ней ознакомился не раз в небесах, как и следует знакомиться с подобным научным трудом в самолете, чтобы меня ничего не отвлекало. И я полностью погрузился, осознал и понял, что на 50 лет как минимум у нас есть стратегия развития. И вот подобные труды, так же как и валютно-финансовые аспекты программы «Экомир», так же как и сейчас струнные системы на Земле и в космосе, необходимо читать подрастающему поколению, необходимо адаптировать, на мой взгляд, в виде картинок, в виде каких-то детских раскрасок, детских сказок. Потому что это то будущее, которое нас с вами ожидает. Сейчас это будущее неумолимо и рьяно приближается в жизнь каждого живущего на планете Земля. И вы, наверное, слышали, что ЮНЕСКО присудили Шаржи и непосредственно правителю Шаржи, то есть султану Бин Мохаммед Касиме. Это правитель Эмирата Шаржи и возраст его ни много ни мало 79 лет. Нашему Леонардо да Винчи исполнилось в недовремене 16 апреля 70 лет. Поверьте мне на слово, огромное количество параллельных процессов происходит как на территории Шаржи, будущего научного мирового инновационного центра Skyway, так и в недрах и в офисах ЗАО «Струнные технологии». Потому что, слава богу, мы сейчас объединены единой цифровой системой, автором которой является The South System, то есть 3D Experience. Об этом мы на вебинаре обязательно тоже поговорим. И я считаю, что абсолютно заслуженно и абсолютно вовремя ЮНЕСКО вручило титул правителю Шаржи и назвало Шаржу как колыбель исламской и арабской культуры. Я очень сильно восхищен словами правителю Шаржи, когда он говорит, что сейчас нужно созидать, но не разрушать. Это также очень серьезно откликается и в нашей идеологии. И как раз таки вот этот научный труд Анатолий Эдуардович, описание вот этой концепции в виде инженерии, в виде замечательнейших расчетов, рисунков, рисунков еще акварелью, которыми восхищался руководитель The South Systems. То есть вот он больше всего как создатель и основатель компании, которая занимается цифровыми средами для проектирования, для дальнейшей эксплуатации крупных проектов. И в нашем чьи крупной будущей мировой инновационной информационной транспортной сети Transnet на основе технологии Skyway, его восхитил рисунок акварелью. И вы видите эмоции, вы видите, как наши крупные стратегические партнеры фотографируют на задней плане. Вы видите, на каком уровне происходит это вручение. И это абсолютно вовремя, когда ЮНЕСКО признало Шаржу и присвоило его подобный статус. Это оценка гения нашей современности и будущего основателя, не побоюсь этого слова, триллионной корпорации. Потому что то благо, которое несет проект Skyway, оно колоссально. Оно затмевает все полезности и все ценности многих корпораций вместе взятых. И все это не имело бы никакого смысла, если бы у нас не было никаких договоренностей и никаких продвижений по направлению адресных проектов, по коммерческим проектам, договоренностям на высшем государственном уровне. И на самом деле вчера, позавчера, кто-то еще раньше увидел эти новости по каким-то инсайтным каналам. Это настоящий праздник души, настоящий праздник на улицах народа Skyway, когда вице-президент, премьер-министр Арабских Эмиратов официально одобрил проекты, которые были представлены РТА, управление автомобильных дорог и транспорта Дубаи. И официально уже подписал. Что касается технологий Skyway, это будет такой очень серьезный проект. Но это всего лишь один из первых проектов, который публично освещается. Поверьте мне на слово. Причем многих вещей я сам не знаю. Но параллельно развивается просто очень большая стратегия. И кто-то сразу кинулся считать. Кто-то насчитал 100 миллионов, кто-то 200 миллионов. Намного больше сейчас цифры по проекту. Параллельно развивается. И мы также это сделаем при соблюдении договоренностей обеими сторонами. Нас, как создание технологии в срок, подрядчиков, как выполнение обязательств, которые они на территории страны. И максимальной поддержки уже тех государств, правительственных, королевских элит, с которыми мы сейчас ведем сотрудничество. И это действительно уже твиты очередные на миллиард, то есть на триллион. Не будем делать таких твитов. Да и вообще будем избегать цифр как триллион. Его высочество конкретно уже подтвердило, что будет проект и что 8400 пассажиров в час будут перемещаться от финансового центра Дубая. И это будет все с гармонией со станциями метро. Кто был в Дубае понимает, насколько серьезная архитектура у станции метро. И эта задача была решена за струнные технологии, чтобы создать единый такой архитектурный ансамбль. И посмотрите на эти визуализации. Действительно просто можно листать. И по сути сегодня бинара возможно не нужно было проводить, так как новости говорят сами за себя. Я хотел бы привести пример, вообще вот аналогию. Меня это поразило на кыргызской конференции. То есть постепенно я к этому перейду. Но вот на примерах дивидендов с аэропортом Анас. Это небольшой достаточно международный аэропорт. То есть чуть меньше чем Кольцово в Екатеринбурге. Не такое большое количество, как в московском аэропорте летает самолетов. Но примерно в 96-м году один прекрасный человек инвестировал 2000 рублей. И 200 долларов в год он получает примерно с 1000 акций. А у некоторых по 15 тысяч акций. И представьте вот, что у нас таких аэропортов будет огромное количество. Я уж не говорю про очень серьезные, с высокой прибыльностью адресные проекты. И вот это произошло просто через 10 лет в таком, я бы сказал, не особо глобальном направлении. Локальном направлении. Непосредственно в Кыргызстане. И подумайте, сколько потенциально могут быть дивиденды в нашем направлении. Всегда люди гадают. И первый вопрос, который мне задают, когда будут дивиденды и сколько будут дивиденды. Дивиденды будут тогда, когда компания выйдет на прибыли и будет показывать растущую прибыль. Один, второй, третий год. Тогда уже можно будет задумываться об IPO. И, соответственно, уже можно будет как-то продать свои активы после закрытия 15 этапа. Когда, возможно, потенциально, теоретически будут появляться какие-то инструменты выкупа. И это будут инструменты непосредственно от самой головной компании. И также все непосредственно ждем очень такое серьезное направление. Очень современное направление. Это токены. Это блокчейн экономика. И сейчас я могу сказать, что готовится механизм, когда вы сможете уже не просто в условиях договоренности, а конкретно подтверждением вашей почты. Вам будет количество токенов и вы сможете, термин такой есть, заклеймить. То есть подтвердить и перенести уже в логику токенов Skyway свое количество долей, которые вы поменяли на токены. То есть это будет технически реализовано. И даже вот этот смарт-контракт будет перепроверяться несколькими командами. И так будет, на мой взгляд, это будет правильно с любым блокчейн-решением, потому что это как раз-таки основа как технической, так и финансовой безопасности. Конечно же, есть различные дублирующие системы, есть система речеризации, логистики внутри автоматизированных систем. Но то, что касается блокчейна, еще больше повысит безопасность. Что касается выхода на биржи и что касается вывода продукта, то вначале это будет упаковываться на мировом маркетинговом имени. И так же, как сейчас на выставке, на некоторые зао-струнные технологии уже, так скажем, не чтобы огромное количество инвесторов приходило, так как невозможно выявить вообще реальные контакты, реальные полезные контакты. Так же, я думаю, не думаю, так и есть. Так же будет и с блокчейн-историей. То есть, вначале это будет все для крупных инвесторов, крупных игроков этого венчурного рынка и упаковываться на международном маркетинговом масштабе. Ну а те, кто уже обменял доли на токены, они уже в этой игре. И далее уже после первой такой глобальной серьезной успешной истории мы, как люди, которые присоединились на самой рисковой стадии, присоединимся в блокчейн-историю уже на менее рисковой стадии. Я считаю, что это абсолютно благородно и абсолютно правильно с точки зрения головной компании. И я хотел бы вкратце осветить вслед за новостями, такими вот грандиозными новостями, как подписание вице-президентом, премьер-министром Арабских Эмиратов очень серьезного документа по поводу того, что действительно подтверждается, что все проекты, все направления, которые были представлены РТА, они одобрены и будут внедряться. Так же перейти к тому, а что же происходит на строительной площадке в Арабских Эмиратах. И все договоренности, они так же не имели бы большого смысла, если бы мы уже не нарастили бы ту скорость, которую сейчас у нас есть. Установлена первая анкерная кора. Это событие, которое пойдет так же в новейшую Skyway, как была установлена первая анкерная опора и потом первая промежуточная опора на Мариной горке. И у меня просто екнуло сердце, я серьезно вам скажу, потому что мы живем в таком же информационном вакууме, мы не знаем, что происходит на площадке. Но скоро где-то 10-го, либо 11-го, либо 5-го, мы даже не знаем, какая дата, либо 7-го мая будет представлено, как членом правления Skyway Capital, что происходит на территории будущего научного мирового инновационного центра. И мы обязательно все заснимем профессионально, непрофессионально, своими словами, не своими словами, и вы все это увидите. И многие раньше, в 2015 году, да даже в 2016 году, задавали мне вопрос, каким образом мы сможем смасштабироваться, и каким образом мы сможем быстро строить и одновременно, и по всей планете. На тот момент у меня были только уверенности, надежды. Опять же, это созвучно с той моей любимой песней, которую мне напомнили и подарили в виде вокала мои киргизские дорогие партнеры. Это технология 3D Experience, The Soul Systems. И это позволит на основе созданного технологического фундамента максимально масштабироваться и применить лучшие индустриальные мышечные инфраструктурные практики, нарастить именно перенос. Я не буду здесь говорить такими заумными словами, как трансфер. Мы ими будем блистать на конференциях. Перенос лучших практик на нашу площадку, в наши производственные помещения. И далее уже мы будем создавать производство быстро, одновременно, в единой платформе, в единой цифровой системе по всему миру. И что меня больше всего восхищает, в чем уверенность, то, что мы четкий срок, даже если подрядчики вот сейчас немножко запаздывают, вы увидели, насколько мы выправились. Это как раз таки то ускорение бегуна, спортсмена Skyway, который несет погонь, факел, идеи, идеологии программы Ecomir Skyworld. И мы вырвались, и в недавнем времени была даже установлена первая опора, та изящная, та действительно архитектурно-гениальная конструкция. И с точки зрения сопротивления материалов, и с точки зрения теоретической механики и многих других инженерных дисциплин, это также замечательная конструкция. И все будет замечательно, все будет хорошо сейчас, больше, чем уверен в арабском проекте, потому что с малого болтика, с малого какого-то расчета, все это заключено в единую цифровую среду. Я не знаю, на фазе стартапа, кто делает еще таким образом, создавая точнейшую новую мировую сеть. То есть целый проект, сейчас уже можно в нем походить, погулять. Алексей Воленко говорил об этом, что есть возможность даже не измоливать, не создавать в личной конструкции подвижные составы, станции. Вначале мы погуляем, одев 3D очки по этим объектам инфраструктуры, либо прокатимся на подвижных составах и исправим те недочеты, которые вдруг есть до создания в реальных образцах. Это действительно, я могу сказать, то, о чем я и не мог мечтать в 2014 году, когда мы посещали первые помещения, первое здание ЗАО «Скрунные технологии». И вот этот слайд мне ой как нравится, дорогие участники вебинара. Вот посмотрите на эту диаграмму и ассоциируйте, пожалуйста, ее с будущими, вопрос которых всех так интересует, дивидендами. Когда это реализуется в реальность, когда это воплотится в жизнь, тенды будут идти по такой же диаграмме. И я абсолютно уверен, что мы сможем выполнить этот вектор развития, мы сможем достичь подобной планки, потому что уже мы движемся с огромной скоростью. И вообще ценности компании, я неоднократно говорил, что ценности, если касаться той ответственности перед нами инвесторами, то Юницкий всегда говорит и повторяет о том, что почему адресные проекты сейчас запрещены, и не может ими заниматься любой из вас, только те проекты, которые уже были развиты, только те проекты, на которые есть финансирование более чем 30%, а лучше 40 и 50, они продолжаются. Но сейчас строго-настрого запрещено сети заниматься адрес-проектами. И это абсолютно нормально, потому что тогда мы не сможем обеспечить планку того, что инвестиции будут возвращены и не будет никаких абсолютно рисков. Рисков нет, когда делом занимаются профессионалы. И эту стратегию я абсолютно поддерживаю в том ракурсе, что, извините, мы компания, которая позиционируется по своему развитию, по своей стратегии, как сохранение биосферы. Пауза здесь. То есть какая корпорация вообще ставит такую идею? Я не знаю такую корпорацию. Как устранение и решение о социологических и экологических проблем. Тоже я поставлю паузу. И улучшение жизни в целом человечества. Это ценность, это полезность для общества. Просто квантовая, просто космическая. И каждая полезность всегда идет прямо пропорционально. И тут уж показывают развитие технологий, проектов в геометрической, в арифметической прогрессии, либо в логике вообще приближения к сингулярности. Это наращивание капитализации и, в общем, либо дивиденды, либо рост за одну акцию в будущем, которые станут обязательно наши доли. Я считаю, что абсолютно достижимый век. Тот, который осветил Алексея Воленко. И посмотрите, с каким удивлением смотрели, я специально вот это все вырезал, участники конференции. И сейчас настало, слава богу, то время, когда нам нет необходимости уже выстраивать какой-то график конференции, где-то шуметь, где-то представляться. И вот вы видите, ну, больше кыргызской нашей конференции. То есть все услышали технологии Skyway. Извините, это форум, который был организован до Salt Systems, который собрал крупнейших топ-менеджеров, промышленных инженеров, авиа, автомобильных, других технических, очень серьезных предприятий. И все не улыбались, все не смеялись-то в кулак, все внимательно слушали, я думаю, многие записывали и многие задумывались. А я посмотрел ролик, и там говорили, что Skyway пирамида, может быть, мне стоит изменить свое мнение и чуть-чуть порыть немножко поглубже.